Машины на платформе Global Access, это бывшая биноль, принято называть бюджетниками. Вот только рамки этой самой бюджетности становятся всё более широкими. Так в гамме Renault Arkana появилась версия стоимостью почти 2 миллиона рублей. Новая комплектация Prime предлагает двухцветную обивку сидений искусственной кожей, хромированный декор органов управления, а также серебристые вставки на передней панели и дверных картах. В комплектации Prime есть шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, подогрев задних сидений, аудиосистема Bose, автозатемнение салонного зеркала, система контроля слепых зон и тонировка задних стекол. С турбомотором и вариатором такая Arkana стоит 1 миллион 702 тысячи рублей. А если вместо переднего привода заказать полный, цена вырастет на 80 тысяч. Готовы заплатить больше? Тогда дополнительно закажите медиасистему Renault Connect и пакет опций под названием Design. В последний входит чёрная окраска крыши, тёмные колёсные диски и антрацитовый потолок внутри салона. И новость короткой строкой. У всех версий свежего модельного года новый материал отделки потолка. В комплектациях выше средней освещение салона переведено на светодиоды, а наружные зеркала обучены складываться. Модель M-Grant X7 настоящий ветеран марки Geely, у которого впереди маячит вполне заслуженная пенсия. В ближайшие месяцы дилеры распродадут оставшиеся тиражи кроссовера, чтобы затем навсегда от него отказаться. Прямой замены не будет, на некоторое время гамма будет состоять из двух моделей Coolray и Atlas. Но затем появится основательно модернизированный Atlas Pro, при том с гибридной силовой установкой. Более отдалённая перспектива – появление большого семиместного кроссовера KX11, который по формату похож на Hyundai Santa Fe. Ждать российского дебюта китайского флагмана придётся до 2022 года. Под его капотом будет вольвовская двухлитровая турбочетвёрка. При том для старшей по мощности версии, а всего их заявлено две, приготовлены полный привод и классический автомат, вместо переднеприводной трансмиссии и преселективного робота.